так наши собачки уже едят новую партию корма кто-то уже даже доедает ешьте 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 сейчас еще досыплю ешьте да кисёнди кисёнди привет кушай вон твои братья кушают и ты кушай да ты что с глазиком голодник сейчас ему лично насыплю да принц ты будешь есть теченья пугливые да будешь есть будешь да ну кто-то из вас будет по-любому давай а вы нежности хотите да это надо его отец здесь это так кажется ну разберетесь поедите когда захотите а наши собаки не забрали всем привет опять образы белые вороны у нас хоть сегодня немножечко солнышко вышло все-таки солнцем легче переживать любые трудности жизненные но я решила что сегодня можно немножко отвлечься разрешить себе наконец-то и поехать в город вот эти листочки да красивые очень красивые вот и поэтому в Акики пока не еду потому что я говорила там торговый центр большой и последний раз когда я там была меня накрыла паническая атака потому что закрытое пространство ну плюс все знают что и в торговый центр тоже может попасть и поэтому мне как-то до сих пор длинновато туда хотя я бы поехала потому что в Ашане всегда красиво можно поснимать у них к любому празднику там к Хэллоуину еще к чему-то всякие там декорации дай бог найду на следующей неделе время и вам тоже поеду поснимаю я в Акики зашла хотя бы примерить не знаю меня это всегда отвлекает помогает даже если я ничего не покупаю все равно ну как бы меряешь немножко немножко перестаешь думать о чем-то плохом за ночь вроде бы ничего плохого не произошло но по крайней мере того что я пока по новостям прочитала поэтому стараемся продолжаем жить итак первой нашей точкой на сегодня будет Сильпо так я тут не буду боя тут скачусь она мокрая я уже вижу конечно Сильпо не самое с 8 до 23 он работает не самый ой тут скользко бюджетный супермаркет по сравнению с вот это Баеварусом но здесь иногда бывают неплохие скидки поэтому можно посмотреть о и Хэллоуину есть такие штучки там бери на всякий случай смотрите всякие такие пауки классно а вот эта на свете там еще такая что вот эта тыковка ну вот эта а нет это просто мне так хотелось чтобы оно вот эти можно купить свечки а почем свечки а тут наверное где то здесь девочки свечки сейчас дефицит нет тут нету я вот эти тапочки хотела в том году она на детский размер ну да а есть и взрослые такие такие тепленькие и посмотри такие тапочки уже все прям сезон в сезон носки прикольные такие теплые какие то себе будут покупать потому что зима будет холодной надо заранее к ней готовиться вот тут где то может свечки быть мне нравится сельпоза то что можно этот что-то такое вот купить по нормальной цене микс рукой микс шпината но я эту замороженную покупала надо потом синдерей пойти посмотреть сначала надо найти свечки а у тебя тапочки на на а ты же хотела зонтик сейчас непонятно шоу хотя тапочки более актуальны что дозит скоро закончится да что-то ого 70 76 только таблеточные 57 а вот и такие есть по 16 наверно вот это 1699 давай одну возьму 1 такая сколько она там будет гореть не написано 44 с половиной часа эти дольше понятно шут будут гореть но так они неудачный был улов ничего в сельпо толком нет раньше можно было там авокадо по скидке взять что-то ищу сейчас к сожалению уже такого нет идем дальше здесь есть один недорогой магазин с обувью я иногда там смотрю что там там есть и одежда поскольку я похудела некоторая одежда там на меня подходит может удастся что-то примерить погода хорошая еще хорошая и солнечная это типа на на несколько тут большой ассортимент такой разного всего плохую я фольгу купю это надо другую покупать вот это что я хотела купить вот эти ж кулинарную 44 наверно это наверно а это и 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 Это девичок Этот эксеск Их не было Это девичок На жизнь Этот эксеск Он был Это девичок Этот эксеск Он был Так, следующая точка, один из бюджетных магазинов. А вот Центролаб тут тоже есть, это лаборатория. Называется «Склад Зутя». Рядом с ним запорожский производитель, там очень дорогая обувь, а тут всё более-менее бюджетно. И костюмы тоже есть, ой, вот эту кофточку такую хотела себе. Летом она поняла, можно и опускать эти, можно и не опускать. 150 рублей, 230, иголочка, а это и Петровка тоже симпатичная. Ну и симпатичные такие есть, и на осени, и уже на зиму. Например, парк такая, а тут цены нету, только размер. Цена где-то в другом месте. А, 1900, если вот такая вот. Если это 1900, то там где-то зрели, где-то тысяча с чем-то. Стюма тут тоже. Внутри, ну, как у меня вот такой. Есть. А, это не костюмная, да? Уже костюмных, получается, нету. Ну да. Уже ботинки. А, смотри, 155, считай. Недорого. Ну, правда, мне в последнее время всё жмёт. Вот. Натурально шкира. И, бачь, хорошо, что с утра типа и расширяется, и там. Шкира. Надо посмотреть. Корточки тоже. Платье. Ну, я хотела такое платье, оно если меня будет обтягивать, будет видно все. Все достатки и недостатки. 475. Это пульки. Вот. Это тёплые кроссовки. То, что я бы хотела. 40-й размер. 41-й. Я просто бы даже померять. Ну, что, смотри, какие они классные. И тёплые внутри. Сигнальные. Вот это тут есть 41-го, по-моему, вот. Сейчас надо померяю. Вот такое. Тёмное. Надо сей встать. Теперь потихно. Тут батник прям такой мягкий-мягкий, хороший. И цвет такой приятный. Ну, и штаны, конечно, такая. Такая сумбий. Вон батник неплохой. Итак, по покупкам свечку всё-таки одну взяла. Вот такую вот. Вот такая вот свечка. Чтобы вы понимали. Ну, размер руки, размер свечки. 16 или 16 копейками. Я не помню. Я там на видео показывала. Две пары носков в Авроре. 25, по-моему. Такие патриотичные. Трошки. Нейтральные. Полотенце кухонное в АТБ 34 с копейками. Дальше в сельпо ещё я взяла вот такой вот до курицы. Взяла вот такой вот крекер. Это уже в АТБ сейчас по скидке 16 копейками. Потому что иногда вот приходят гости, а у меня вообще такого нет. Потому что я такое не ем. У меня такого нет. Поэтому пусть оно вот такое будет. Так, свечку показала. Кукуруза в АТБ 27 с копейками. Хотя была недавно 25. Манго по 25 гривен в сельпо. Такое вот. Разрыхлитель из Авроры. Я вам его показывала. Купила ещё себе на запас. 22 с копейками. Лимоны сейчас по 58 гривен по скидке. Я не помню, насколько здесь вышло. 58 килограмм. Спички 9 гривен из Авроры. Вот такие вот взяла. Потому что у меня печка электроподжиг. То есть если света не будет, я хотя бы смогу зажать себе. Если будет газ. Курица в филе. Вот так вот стоит. Цена не меняется. Уже длительное такое время. На 77 с копейками. И творог. 24 с копейками. Горбо говоря, 25 гривен. Вот такой вот сегодня небольшой обзор. Да, друзья. Меня, конечно, в последнее время как-то всё больше и больше стало накрывать. Но это не из темы сейчас типа поныть, пожалейте меня там или что-то. Ну это просто констатация фактов. Вот вам недавний пример. Я выложила фотку. Мне начали накидывать в комментариях. Начали накидывать в личку. Вот эту фотку. Если я её сохраняла на телефоне, я вам сюда добавлю. Что типа тема фотки не соответствует содержанию. Что я там намекаю на кекс или ещё что-то. Я вообще, честно говоря, я там потом пересмотрела фотку. Думаю, блин. Или что-то у меня в мозгах не то. Или я не понимаю. То есть для меня конкретно эта фотография, ну просто красивая фотография. Просто плечо оголённое, да. Там часть лица, плечо. Я не думала, что это ассоциируется с чем-то типа, ну вот таким вот. Ну, ошвым. Чрезмерно эротичным. Или я даже не знаю, как это назвать. Ну вот вы увидите эту фотку. Я думаю, что кто захочет оставить своё мнение в комментариях под этим видео. Ну, в общем. Суть того, что меня это взбесило. Я удалила фотографию. И на время отошла вообще от личных переписок. Хотя по факту я, наверное, могла бы этого не делать. Потому что, ну, это моё личное фото. Личный выбор. Что мне выкладывать. Что постить. Там свою какую-то правоту доказывать. У меня, честно говоря, это не в силах. Есть то, что это нужно проговаривать. Это нужно такие эмоции проживать. Потому что я сейчас как, я не знаю, как вот только тролль, знаете, взорвётся. Может кто-то сейчас подобное переживает. И там какие-то лайкхаки, советы, знаете, как вот перейти это состояние. И перейти опять в обычную нормальную жизнь. Когда там тебе где-то пофиг. Где-то ты на что-то обращаешь внимание. Где-то обращаешь. То есть у меня сейчас... Я очень чувствительна. Вот, наверное, вот правильное слово. Я подобрала вообще ко всему, что меня окружает. И то, что происходит в социальных сетях. И то, что происходит в принципе в жизни. То есть на меня это вот пипец как трогает. Хотя, наверное, если уже так посудить, то это как бы норма для нынешней нашей жизни. Нынешнего всего, что происходит у нас. Это не для чего. Это просто как бы констатация факта. Что может быть кто-то тоже почувствовал, что он не один в таком вот состоянии. В таком вот мироощущении. Мне писали под предыдущим, по-моему, видео в комментариях. Так почему типа не уехать, не переждать. Я считаю, что нас вообще нигде никто не ждет. Может быть в начале это казалось более простым, скажем так, доступным куда-то уехать. Где-то переждать в той же Польше. Либо же где-то в других странах. Я периодически смотрю разных воздоров. Недавно мне попалась женщина. Которая раньше, по-моему, жила в Киеве, если не ошибаюсь. Я почему ее увидела, вспомнила. Потому что я лично с ней познакомилась, когда еще жила в Днепре. Единственное, что я еще забыла, как ее зовут. Вот что-то меня выбило. У нее сестра еще есть. Блин, не вспомню, честно. Короче. И там было какое-то видео. Я посмотрела одно. Я так понимаю, что люди сейчас живут в Германии. Вот. И типа что-то все просто. Пойти там выучиться язык. И знаете, где-то я позавидовала ощущению этого человека, что кажется, что так просто. Понятное дело, что не стоит там что-то усложнять еще больше себе, чем есть на самом деле. Но по факту, во-первых, все не так просто. Во-вторых, конкретно моя позиция, я не хочу уезжать. Ну почему я должна уезжать из страны? Да, понятно, что здесь трудности. Ну нигде не бывает легко. Никто никому не обещал никогда, что будет легко и просто. Это первый момент. То есть это прежде всего нежелание выезжать даже на ту западную Украину. Потому что я считаю, что если говорить об Украине, то нигде не безопасно. Если кому-то спокойнее там поехать куда-то, окей, хорошо. Может быть где-то там будет безопасное место. Но опять же это все управится в финансы. Это все управится в то, что возникнут обязательно какие-то еще больше дополнительные трудности, чем тогда, когда ты находишься у себя дома. Тогда, когда ты чувствуешь себя спокойно. Спокойно, потому что дом, где был, ну он не был, да, у человека. Это все-таки какая-то крепость, да. Когда у нас там был корона, мы все сидели дома. Даже сейчас, когда ты от ракеты, когда ты находишься на улице, ты более опасно себя ощущаешь и там где-либо, чем тогда, когда ты находишься у себя дома. Ну это мое такое мироощущение. Во-вторых, я не брошу своих родных. То есть маму, папу, ну вообще в принципе родных людей. У меня не так уж их и много. Я больше чем уверена, что если бы я одна куда-то уехала, я постоянно бы, ну еще больше тревожила, еще больше бы себе проблем надумывала, может быть даже где-то опасалась. Поэтому я своих родных не брошу. Относительно уехать с семьей, ну это нереально в моем понимании. И опять же, да, сталкиваясь с теми же трудностями. Помимо наших домашних животных, там у меня, Мики, у родителей три животных дома, есть еще животные, которые остались от дедушки и бабушки. Кстати, уже скоро будет ровно год, как дедушки нет. Бабушке не стало 21 или 22-го числа февраля. Как раз перед войной 23-го мы похоронили ее. Там тоже большая собака, вы дружка видели, тоже куча котов. То есть, ну это все логистика, перемещение. Ну это самая, наверное, последняя причина. Потому что если уже там настает тот момент, да, когда эвакуация, а вот прям серьезно, то мне кажется, что всех берешь уже как хочешь, вещи не берешь, берешь животных. Потому что, ну, уже тебе живое что-то преданное, и ты уже не можешь по-другому, в принципе. Вот, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос относительно всего остального. Относительно работы ищем дальше. Работаем на этом направлении и онлайн, и оффлайн. Конечно же, хотелось более рационально вкладывать свои знания, потому что мне нужно было время, да, для того, чтобы их получить, чтобы сейчас там просто так, да, забить на то, что я могу больше, чем, соответственно, мне предлагают. Ну, я рассматриваю разные варианты, так как это нужно сейчас, на данный момент. Так как, опять же, маме найти работу еще сложнее, да, потому что у нее возраст. Хотя я вам хочу сказать, что относительно работы сейчас тоже, тогда, когда идешь куда-то в оффлайн, на какую-то точку, какую-то вакансию рассматриваешь, там либо тебе опыта не хватает, возраст нормального опыта нет, там, или наоборот, опыт есть, возраст не тот. Ну, то есть, как бы, это такие обычные нюансы, они были, в принципе, всегда, не только во время вот войны, не только во время военного положения. Всегда есть такие нюансы. Но я не отчаиваюсь и вас призываю тоже, если вы сталкиваетесь с таким моментом, с такой какой-то проблемой, не отчаиваться, понимать, осознавать, что мы сейчас находимся дома, более-менее безопасности, у нас, так сказать, не горит земля под ногами, и таким образом мы можем, можем еще что-то изменить и что-то исправить. Относительно вещей еще вот договорю уже в конце. Я еще мерила такие классные, типа, знаете, как угги, по-моему, это называется угги. Они тоже около 900 гривен, они намного удобнее были вот этих просовок, которые я показала на видео. Ну, тоже померила для себя, как вариант, посмотрела, что может быть. Посмотрела еще термики сегодня, термобелье. С термобельем есть много нюансов, но, опять же, есть разные. Спросили, какое лучше брать. Я уже, вколясь к тому, что термик я, наверное, брать не буду, я присмотрела себе теплые лосины и чуть-чуть позже и, скорее всего, приобрету и что-то какую-то кофту, там, прям теплую, именно для и для прогулок будет хорошо, и дома, если что, потому что как раз вот эту вот зиму, когда началась война, я спала в одежде, я спала в этих как теплых таких наферских лосинах. Поэтому, ну, думайте, что лучше вам приобретать, читайте больше информации, потому что кто-то за термике, кто-то против, мне очень много зрителей написало. Думайте, рационально, очень важно сейчас рационально расходовать средства, даже если вы зарабатываете, даже если вы не потеряли работу, все равно рациональность не помешает. Ну вот, я, правда говорю, я человек, который испытал это на себе, даже тогда, когда я жила в Днепре и большую часть зарплаты, получается, давала за аренду жилья, за коммуналку, я старалась рационально распределять каждую копию, и то, и то тоже травнялась, тоже типа я заработаю туда-сюда, сейчас уже немножко другое ощущение, но, тем не менее, рациональность, экономное потребление никому еще вреда не привели. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, что побеседовали со мной, может быть, кто-то чайочек, кофеечек выпил, я бы сейчас на чай капу сделала. Я желаю вам мирного неба над головой, и надеюсь, что мы скоро с вами встретимся. Буду благодарна за поддержку моего канала. До скорой встречи, всем еще раз мирного неба. Пусть начало недели предвестит нам побольше хороших новостей. Пока.